Вот и кончились самые длинные летние каникулы. Школьники все это время отдыхали для того, чтобы с новыми силами начать учебный год, сесть за парты с готовностью познавать все самое интересное и полезное. Каждая школа старается сделать 1 сентября запоминающимся днем. Ведь почти 13 тысяч детей в Славянском районе впервые войдут в удивительный мир знаний. На праздничной линейке в школе номер 29 в станице Петровской побывали Тина Копачевская и Александр Косицын. Для Захара Сапелкина, жителя станицы Петровской, с 1 сентября начнется новый этап в жизни. Ведь он впервые идет в школу. Месяцы подготовки к школе уже позади. Куплены все тетрадки, ручки, краски, собран ранец. Захар стал чуточку взрослее. В удивительный и интересный мир знаний он идет для того, чтобы… Чтобы быть умным, чтобы писать, читать, чтобы хорошо учиться, чтобы заводить друзей, чтобы дружить. Юный школьник с детства был очень способным. С 5 лет он занимается брейк-дансом. А в свободное время удивляет родных кулинарными способностями. Причем готовить его никто не учил. А вот читать, писать, считать и рисовать Захар научился на подготовительных занятиях к школе. Всячески поддерживают и переживают за Захара его родители Эльвира и Денис Сапелкины. Это их первый ребенок, который идет в школу. А впереди им предстоит отправить в мир знаний еще двух сыновей-двойняшек. Мы готовились к школе в основном. Мама там покупали все эти вещи, подготовку проходил он у нас. Учился в Знайке, поэтому читать, писать уже какие-то навыки есть. И будет, я думаю, первое время легко ему будет. Ну и хотелось бы, чтобы учился хорошо. Это каждому родителю хочется. Еще одна семья с таким же трепетом и волнением отправляет своего единственного сына первый раз в первый класс. Только судьба у них оказалась не из легких. Из-за событий на Украине им пришлось уехать из родной страны. Елена и Артем Голиковы вместе с сыном Тимуром переехали из Донецкой области в Славянский район, в Станицу Петровскую. Признаются, что не ожидали получить здесь столько поддержки и внимания. Школа помогала, тетрадки, ручки, с одеждой, администрация очень помогала. Где-то соседи помогли. Ну вообще в школу больше мама переживает, чем ребенок. Наша съемочная группа пришла к семье Голиковых сюрпризом. В подарок от коллектива «Славянского телевидения» набор школьных принадлежностей для Тимура. В планах у Голиковых остаться в Славянском районе навсегда. Возвращаться обратно, говорит Елена, смысла нет. Дом и все нажитое просто разгромлено. Безусловно, такие перемены в жизни Тимура сделали немного взрослее. Он очень волнуется о том, что ждет его в школе. Ведь там он никого не знает. И для него все незнакомое. Школа, учителя, одноклассники. Ну он очень переживает. Он говорит, мама, там будут мои друзья с садика? Я говорю, нет, не будет. А когда я их встречу, я говорю, не знаю, когда поедем туда в гости. Очень переживает на новом месте. Новые друзья, новая учительница. И вот наступил долгожданный день. Первое сентября. Одев школьную форму, накинув портфель, Захар, Тимур и еще порядка 97 первоклассников отправились на первую в своей жизни торжественную линейку. В 29-ю школу Станицы Петровской. Нарядные, с воздушными шарами, немного растерянные и испуганные. Все эти мальчишки и девчонки переступят порог знаний. Первоклассники сегодня переступают порог в страну знаний. В долгих 11 лет мы будем вместе с ними сопровождать их в этом пути. Очень хочется, чтобы этот путь был для них привлекательный, интересный, плодотворный. Чтобы они раскрыли себя во всех способностях, какие у них есть. Потому что их знания, полученные знания, помогут им в жизни, станут тем фундаментом, который приведет их к исполнению всех. И, конечно же, первоклассники – это наше будущее, это будущее нашей страны. Хочется, чтобы оно было умным, добрым, отзывчивым и, конечно же, конкурентоспособным в этом мире. Перед началом торжественной линейки нашей съемочной группе удалось пообщаться с юными шкалерами, узнать их настроение, впечатления и рассуждения о школе. С каким настроением ты идешь в первый класс? Нормальным. Нормальным. Почему? Потому что я нормально выспалась, и я еще хорошей, и мне понравилась школа. Почему ты идешь в школу? Потому что мы уже взрослые. Что ты будешь делать здесь? Писать уроки, читать, учиться. Для чего? Чтобы быть умным. Поздравить ребят с началом нового учебного года пришел глава Славинского района Роман Синеговский. Дорогие наши ребята, я уверен, у вас все получится. Вы у нас активные, креативные, умные. Поэтому вы будете прославлять и нашу малую родину, и наш Краснодарский край своими достижениями. Я в этом уверен. И этот год у вас пройдет, конечно же, замечательно. По традиции, 11-й класс дал напутствие первоклашкам. Малыши сумели держать ответное слово и пообещали хорошо учиться, радовать родителей и учителей. И, наконец, подошел самый волнующий и долгожданный момент праздника. Учениками первых и 11-х классов был дан первый звонок в новом учебном году. Почетное право дать первый звонок предоставляется ученику 11-го класса Сафронову Владиславу и ученице первого класса Кекало Екатерине. После линейки школьники разбежались по классам, чтобы приступить к первым в этом году урокам. Во всех классах проходил единый урок. Учителя школьникам рассказывали о малой родине Кубани и её богатых традициях, о великой стране России. Роман Сенеговский вместе с главой Петровского сельского поселения Владимира Михайленко и директором школы Зоей Ягудиной прошлись по школьным коридорам, заглянули в спортзал. Глава района отметил, что отремонтирован в прошлом году спортивный зал и сегодня в великолепном состоянии, что говорит и о качестве проведённой работы, и о том, что зал находится в надёжных руках. Затем Роман Сенеговский отправился в класс к выпускникам, чтобы пожелать им удачно сдать экзамены и провести свой последний год в школе интересно и весело, а главное с пользой. На этом этапе жизни самое главное – получить хорошее образование. Когда получите хорошее образование, всё остальное, оно, знаете, всё воздастся. Глава района встретился с семьёй беженцев, про которых уже рассказывалось ранее – Еленой и Артёмом Голиковыми. Чтобы пообщаться, узнать, как им на новом месте, всё ли хватает, не нужна ли им какая-нибудь помощь. Елена и Артём ответили, что они очень благодарны за такую поддержку и помощь, как со стороны районной администрации, так и поселенческой. Вот и начался новый учебный год. Для кого-то первый, а для кого-то последняя ступенька перед выходом во взрослую жизнь. Вся наша жизнь связана со школой. Мы даже помнить себя начинаем именно с первого школьного звонка, с первого букета для своей первой учительницы, с первых школьных друзей. Будем верить в то, что родная школа будет согревать своих учеников, утешать в часы обид и радоваться вместе с ними в минуты больших и маленьких побед. Тина Копачевская, Александр Косицын, программа «События».